Завтрак с таким офигенным видом, просто предел мечтаний. Эта серия влогов будет посвящена нашей блогерской поездке в Швейцарию и Испанию, в Международную школу гостиничного менеджмента La Roche. Признаюсь честно, до поездки мы мало знали об этом учебном заведении и о плане нашего путешествия. Пожалуй, нам было известно только то, что здесь учатся дети богатых родителей. Ну, а как иначе, это же швейцарские Альпы. Мы даже название школы произносили некорректно. Сейчас это очень режет слух, но, пожалуйста, не судите нас строго. В процессе путешествия мы не только научились выговаривать название, но и пришли к выводу, что обучение в La Roche – это очень выгодная инвестиция в будущее своего ребенка. И учатся тут не только дети шейхов и олигархов, но и те, кто копил на это обучение долгое время. Мы были поражены, что вне зависимости от социального статуса ученика, его процесс обучения начинается с самых низов – с уборки и работы официантом. В домах многих учеников есть своя собственная прислуга, но сегодня они в роли уборщиков. Но не буду рассказывать слишком много, в атмосферу La Roche лучше погружаться постепенно, что мы и сделаем в последующих видео. Что же касается нас, то мы получали удовольствие от каждой минуты этой поездки. Организаторы не только показали нам процесс обучения, но и детально продумали наш досуг. Каждый день был интереснее, ярче и вкуснее предыдущего. Думаю, что начать стоит с экскурсии по нереально красивому дому, в который нас заселили по приезду. Для этого переместимся в будущее, так как в первый день нам было не до этого. Всем привет! Утро нового дня. Мы начинаем с экскурсии по номеру и по нашему дому. Знакомьтесь, это наш дом с видом на швейцарские Альпы. Он состоит из двух частей с зеркальной планировкой. В каждой есть отдельные комнаты и гостиная с кухней на первом этаже. На эти дни дом заселили блогеры из разных стран, и он полностью был в нашем распоряжении. В том числе джакузи на минус первом этаже. Наш номер просто шикарный. Честно говоря, я никогда не оставалась в таких номерах, поэтому, когда я его впервые увидела, у меня был просто шок. Оформление номера, вид из окна и, собственно, весь комплекс, в котором мы живем, просто шикарный. Итак, вот дверь в номер. Если мы заходим, то справа от нас будет большая кровать с пушистыми подушками, пушистым пледом и, самое главное, пушистой стеной. Выглядит это очень своеобразно. Забавная история. В одном из этих квадратов пушистых с самого нашего заезда поселилась муха. Я не знаю, как она туда попала, но она там жужжит. Я думала, что она уже там без еды и скоро помрет, но нет. С завидной периодичностью, примерно по утрам, она начинает истошно биться в попытках вылезти из этого квадратика, но у нее ничего не получается. Между комнатой и ванной есть такая зона, что-то вроде гардеробной. Здесь есть вешалки, шкафчики, куда можно что-то положить. С другой стороны, конструкция выглядит таким же образом. И заходим с вами в ванную. Сразу же покажу. Мне кажется, это очень здоровская фишка. В потолке окно. Потолок очень высокий. Водичку из-под крана можно пить, как и во многих странах Европы. Она вкусная и не отдает никакими примесями. Внимание, в этом отеле есть лосьон для тела. Это очень актуально, потому что сохнут не только губы, но и кожа лица, и кожа тела. Поэтому очень здорово, что в отелях предусматривают лосьоны. Далее у нас туалет и ванная. Номер я вам показала. Теперь давайте прогуляемся по дому. Я покажу, как он устроен и что здесь еще есть. Смотрите, в чем фишка. Дом состоит из двух частей. Они зеркально одинаковые. То есть там одинаковые номера, одинаковые жилые зоны, гостиная, столовая и джакузи. Мы, так как мы команда, проводим время в одной гостиной и в одной столовой все вместе. В частности, это та столовая в той части здания. Я сейчас покажу вам эту, так как здесь более безлюдно, более спокойно. Можно все как следует рассмотреть. Итак, заходим в уютнейшую гостиную, в уютнейшую столовую. Здесь очень много различных интерьерных примочек, фишек. Очень здорово все смотрится. Зона гостиной безумно уютная. Это настоящий камин. Нам уже включали его. Он просто обалденно создает уют в комнате. Соответственно, здесь вот такой угловой диван. Просто диванчик и плазма. Здесь можно поиграть в Xbox. Но на это у нас совсем нет времени. Как бы это для тех, кто здесь отдыхает вальяжно, спокойно. Не нужно никуда бежать, а мы-то все время в делах. Давайте с вами выйдем на балкон. Как вы видите, здесь тоже есть стол, стулья. Можно сидеть, наслаждаться видом, проводить время с друзьями. Ну, а вид здесь просто to die for, как говорят по-английски. Просто обалденный. А какой здесь воздух горный, просто шикарный. По пути в джакузи давайте еще глянем на кухню. О, как вкусненько. На самом деле, как я уже говорила, все наши вкусняшки и все прочее находятся в той столовой, поэтому здесь пустой холодильник. Итак, мы с вами зашли в зону джакузи. Позади меня находится душ. Далее у нас сауна. Мы вчера в ней были. Она по сравнению с грузкой совсем не жаркая. Правда, мальчик из Франции каждый раз говорит, как жарко, как жарко. Эх, непривыкшие. Ну и, соответственно, вот она. Вид тоже неплохой. Когда мы сюда ходили вечером, мы многое фантазировали на тему того, что если кто-нибудь появится в этом стекле, в темноте, то мы просто с ума садим от страха и начнется ужастик слэшер. И, что вы думаете, конечно же, это появился Руслан. Кто бы сомневаться? Мы обещали просто. Не знаю кто. Кстати, рядом с джакузи находится номер. Это, мне кажется, такие самые прикольные номера в плане того, что можно выйти и оказаться в акшери-зоне в джакузи. Хотя мой номер на втором этаже мне нравится больше, потому что там лучше видно горы. И, собственно, на этом моя экскурсия по дому подходит к концу. Я надеюсь, вам понравился этот гостиничный комплекс. Хотя я сомневаюсь, как он вообще может не понравиться, потому что здесь действительно очень и очень здорово. А теперь вернемся в первый день, который начался с приятных подарков. Давайте покажу вам, какие приятные сюрпризы для нас подготовили в номере. Во-первых, здесь были вот такие сумочки. Две сумочки для меня и для Руслана. И здесь у нас вот такой обалденный каталог. На обложке все участники этой блогерской поездки. Вот мы. Они выбрали очень красивую фотографию, причем они сами ее выбрали, мы им не присылали. Далее здесь есть информация о всех участниках и все расписание нашей поездки. Тут вплоть до каждого дня. Как у нас будет проходить день, что мы будем интересного делать. Очень сильно заморочились и сделали вот такую вот качественную брошюру. На этой странице информация о нас и других блогерах, которые принимают участие в этом туре. Марион и Мари, наши соседки. Как я понимаю, вот это три пакетика с желейными мармеладками в форме самолетиков. Флешка с надписью Lash Rosset в таком кожаном чехольчике. И еще парочка брошюрок. Это еще не все. На ручке висели наши бейджики. Именные бейджики для меня и Руслана. Но самое крутое... Так, здесь немножко темно. Я сейчас вынесу на свет. О, свет включился. У нас уточняли размер одежды для того, чтобы сделать нам жакеты. Я была уверена, что это будут какие-то официальные пиджаки. Но оказалось, что это вот такие спортивные худи. Они очень круто выглядят. И самое главное, что здесь наши имена. Руслан и Наташа. О, просто безумно мило, круто. И каждый, кто заходил в номер, очень сильно радовался этим толстовочкам. Все выходили в коридор и умирялись. О, боже, здесь мое имя. В общем-то, очень здорово для запоминания имен. Мы будем все время ходить, смотреть друг на друга и знать, как кого зовут. Надеюсь, что мне будет по размерчику. Потом было знакомство с организаторами. Нам рассказали о ближайших планах и показали дом. Мы были в шоке, потому что даже не ожидали, что окажемся в такой сказке. Мы узнали, что такой тип дома называется шале, а его управляющий оказался выпускником Лерош, русским парнем по имени Данила. Сказали, что в зимнее время здесь снежок на улице и после баньки, по-русской традиции, можно прыгнуть в него. Но сейчас эта опция недоступна. Мы перекусили и отправились на мини-экскурсию. Посмотреть красивые виды и окунуться в историю этих мест. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, нравится тебе? Я по серпантину ездил. Нет, у меня просто в самолете проще, что я не хочу. А что здесь? Не надо, не позорь нас перед нашими новыми друзьями. Жадность. На самом деле, дорога очень сильно петляет, нет никаких ограждений справа, просто обрывы. И водитель очень уверенно едет. Он, причем, очень шустро ездит. Наш водитель очень быстрый, как мы уже вам говорили. И он, видимо, почувствовал, что мы немножко вжимаемся в сиденье, когда он едет. И такой говорит, что быстро очень? И смеется, но вообще, говорит, я чемпион по гонкам 81-го года. Он такой же, преклонный возраст. Какая-то движуха происходит, но вроде нас, наконец, привезли на место. Вот, кстати, Данила, он русский. Привет, Данила. Сегодня достаточно расслабленная программа, учитывая, что мы все после перелета. И здесь очень здорово. Я очень рада, что мы здесь оказались и что нас выправили для этого путешествия. Насмотревшись на горы, мы отправились на небольшую экскурсию в эко-музей, находящийся на территории горной деревушки. Милая женщина-гид рассказала нам о традиционной жизни первых горных поселений и в быте, натуральном хозяйстве и, конечно же, производстве сыра. Было интересно узнать, каких трудов это стоило без электричества и помощи машин. В общем, сейчас уже стемнело, и мы идем дальше, взбираемся по горе что-то еще смотреть. Но атмосферка здесь прям идеальная для хоррор-муви, да, для фильма ужасов. У холмов есть глаза, четыре. Больше, конечно, ведьмы из блогеров, потому что здесь одни блогеры, у всех камера, и все могут снимать то, что с ней происходит. И, короче, по классике должен сейчас кто-то пропасть один. И мы такие смотрим, там какой-то музейчик, и раз, нет кого-то. Я даже не вижу, куда я иду сейчас, потому что камера меня слепит. И мы можем с Русланом в другую сторону уйти. И мы сейчас можем как раз с обрыва рухнуть. Да и пропалим, что здесь. В общем, у нас такая вечерня-ночная аппетита, будоражащая экскурсия. Ой, не могу больше, не привыкла в горы ходить. Стоит ли говорить, что повара в Лерош великолепно готовят? Ужин был просто фееричным. Гостиная нашего дома превратилась в ресторан с вкуснейшими блюдами от шеф-повара и шустрым официантом, следящим за полнотой бокалов. Мы душевно пообщались и хорошенько познакомились со всеми участниками поездки. Первый день был очень насыщенным, но самое интересное еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин